Всем привет! Сегодня на канале Планета Сказок обзор нашего первого конструктора фирмы Ксинбао. Набор 06016. Радиоуправляемый танк. Набор из 324 деталей. Но столь большое количество деталей получилось благодаря тракам гусениц и мелким деталям самого конструктора. Кстати, гусеницы собираются и поворачиваются очень легко. Да и вообще, детали все очень качественные. Сам танк получился небольшим, сантиметров 7 длиной. На башне танка навешаны какие-то приборы, антенны, шланги. Из вооружения тут крупнокалиберный пулемет и пушка. Или скорее ракетница, которая изображена в момент выстрела. Многие мелкие детали использованы именно в этом танке. А инструкция к танку не самая подробная. При сборке у меня был ряд сложностей. Инструкцию можно будет скачать с нашего сайта. Ссылку я оставил в описании к этому видео. В наборе есть еще небольшая разрушенная постройка. Она вся полыхает в огне. Есть еще небольшой холмик с травой. В наборе три минифигурки солдат. Двое в светлой униформе с эмблемой скорпиона на нашивках. У одного из них еще что-то типа значка шерифа. У третьей минифигурки темно-зеленая униформа с эмблемой акулы на нашивке. Он носит очки ночного видения и бронежилет. У всех минифигурок отличные принты. Торсы разрисованы с обоих сторон. Каски и ноги сделаны как будто они испачканы. Лицо у фигурок только с одной стороны. Крепление рук и ног очень хорошее. Для управления танком фигурки используют ноутбук. Ноутбук сделан из деталей книги. Где внутри вставлена деталь клавиатуры. А на экраны ноутбука что-то типа шкалы с прицелом. Еще из нескольких деталей собран гранатомет. И показан в момент его выстрела. В наборе много оружия. Три пистолета, две гранаты. Осколочная и дымовая скорее всего. Рация и автомат М16 и пулемет М249. Набор очень хороший, качественный. Ссылку на него на Алиэкспрессе я тоже оставил в описании. На этом все. Пишите в комментариях, какие у вас впечатления оставила фирма Ксенбао. И есть ли у вас конструкторы этой фирмы. А я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока.